В Брюсселе начали эксперимент восстановления психического здоровья в условиях пандемии. Шлют людей не в аптеке, а в музеи. Причем тематика музеев от индустрии моды до очистки источных вод. Аналогичная схема работает в Квебике. Там врачи прописывают своим пациентам до 50 профилактических посещений музеев в течение года. Говорят, что в условиях этого кризиса это будет эффективнее, чем антидепрессанты. Слушай, 50 музеев за год, это каждую субботу. Да, это в Квебике. Ну, канадцы они такие. Вот как вам такое решение оригинальное? Не антидепрессантно? Ну, это очень хорошо. Да? Да. Хоть какая-то воспитательная процедура. А что человек, когда заходит туда, он что, забывает о всех своих... Он начинает по-другому смотреть на мир. Ну, а если такие музеи? История мод, история человечества, природа и так далее. Ну, это развивает человека, раздвигает его мозги. Он все-таки начинает по-другому смотреть на мир. То есть вы считаете, вот это вот раскрытие его как бы мозгов и взгляда, да? Это надо. Именно это путь. Именно это путь? Да. К осознанию, где мы, что мы, как, что мы в природе, кто мы такие вообще. Это очень надо человеку. Исходя из этого и всего, он сможет решать другие хорошие задачи. То есть вы за походы человека, за походы человека в музей? Обязательно. Могу дать пример. Я был 28 дней в Торонто и Нью-Йорке и практически не вылезал из музеев каждый день. И так и проникались, да? Каждый день новый музей. Вы все-таки ученый по натуре и по сути своей. Это дает расширение мозгов. То есть человек, который находится в кризисном состоянии, необходимо расширение вот этого мозгов, как вы говорите, да? Да. Он по-другому смотрит на мир. Шире, в общем, видит связи между предметами, объектами, силами. Он начинает смотреть на мир, что мир оказывается намного больше, чем его маленький узкий мирок, в котором он страдает. Надо идти в музей. Это хорошо. Продолжение следует...